Васька Плутишка, Яшка и Тимошка Васька – серый кот, Яшка – баран, Тимошка – козел, Дядя Миша – медведь, Белый Волк – вожак волчьей стаи. И голоса за сценой. Картина первая. Появляется ватага бродячих комедиантов. Ой, братцы, Дошли, доехали, Успели. Смотрите, сколько ребятишек. Они, наверное, сказку ждут. Ждете сказку? Здорово, нас ждут. Так что же мы стоим? Начинать надо. Начинаем. Эй, музыка. Начали. Звучит задорная музыка. Раз, два, три, четыре, пять. Сказку будем мы играть. А чтоб нам ее сыграть, Нужно роли всем раздать. Шапку ты скорей сними, Бересты кусок возьми, Роли все на ней пиши. Видишь, ждут нас малыши. Пишут. Кот, козел, баран и волк. Какой же без медведя в сказке толк? А ну, дружище, можешь ты реветь? Могу, ревет. Так будешь ты, медведь. Ну, куда же ты полез? Отправляйся, Мишка, в лес. Медведь с радостным рыканьем убегает. Комедианты вынимают из шапки кусочки Бересты. Не возьму никак я в толк. Это что? Ты будешь волк. Волк мне тоже в лес. Ну да, туда. Волк оценивает всех голодным глазом. Кх-кх-кх-кх, до скорой встречи. Господа, страшно, лязгнув зубами, убегает. Продолжается раздача Бересты. Судьба ко мне сегодня зла. Буду я играть козла? Я буду кот. Обманщик плут. Меня Василием зовут. Бересты, что ты мне только что сказал, что я сегодня рано встал. А тот, кто встал сегодня рано, будет здесь играть барана. Меня все кличут Яшка. Меня зовут Тимошка. Сейчас для вас мы спляшем и попоем немножко. Тимошка и Яшка вместе. Нас любит баба, любит нас дед. Они готовят нам обед. А также завтрак, а также ужин. Мы веселимся, не грустим. Капустой весело хрустим. Живем мы и не тужим. Живем мы и не тужим. Яшка. Бе, Тимошка. Тимошка. Бе, что, Яшка? Яшка. Давай в догонялки. Тимошка. Давай. Тимошка и Яшка вместе. Раз. Два. Три. Начали. Играют в догонялки. Скрываются. Появляется кот. Васька. Побегайте, побегайте, поиграйте. А я после обеда понежиться на солнышке. Люблю. Устраивается на пороге хлеба и блаженно вылизывается. Урчит от удовольствия. Он ведь только что плотно поел. Мимо Васьки проносятся с гиканьем Яшка и Тимошка. Но они играют. Васька морщится, закрывается лапой. Фу. Фу. Напылили тут. Нигде от вас покоя нету. Не слышите, что ли? Меняу. Меняу. Никто не слышит. Эй. Оглохли. Вбегает Яшка. Фу. Уморился. Ваське. Ты видал, как я его? Хочет присесть рядом. Васька. Ты ко мне близко. Не подходи. От тебя козлом пахнет. Яшка. Почему козлом? От меня. Нюхает сам себя. Ничем не пахнет. Васька. Все равно не подходи. Видишь, я перевариваю. У меняу, можно сказать, миг блаженства. А вы тут. Влетает Тимошка. Васька недовольно крутит носом. Тимошка. Так нечестно. Ты, Яшка, мухлевал. Ты подсматривал, когда я водил. Яшка. Ничего я не подсматривал. Васька. Скажи ему. Я не мухлевал. Я не подсматривал. Я же не видоват, что ты спотыкнулся. А коры-то. Вот я тебя и обогнал. Правда, Васька? Скажи ему. Васька задумчиво. Ну, мухлевать. Это мяу, люблю. А что ты сказал? Ах, да-да, видел, видел. А что ты сказал? Яшка. Скажи ему, что я не подсматривал. Васька. А как же мяу скажу, когда ты подсматривал? Яшка, ты чего врешь? Где это я подсматривал? Когда это я подсматривал? Врун ты, Васька. Обиженно отходит. Тимошка подходит к нему. Тимошка. Ты не слушай ты его. Васька Плутишка. Это же всем известно. Не обижайся. Ты выиграл. Не обижайся. Я же сгоряча брякнул. А ты обижаешься. Хочешь, я тебе травки свеженькой принесу? Яшка. Травки? Хочу. А потом, знаешь чего? Потом мы с тобой еще играть будем. Только теперь я буду водить. И ты меня обгонишь. Ладно? Тимошка. Давай. Только поддаваться нехорошо. Надо по-честному играть. А поддаваться неинтересно. Яшка. Ну, хочешь, я не буду поддаваться. Васька. Вы чего там? Чего вы там шепчетесь? Яшка. Подожди, Васька. Мы тут решаем. Васька. А чего это вы там решаете? Давайте тут решать. Я тоже хочу решать. Тимошка. Да мы тут, мы тебя... Яшка. А как же мы к тебе подойдем, когда ты сказал, что от меня козлом пахнет? Тимошка смеется. А от меня, что ли, тогда бараном пахнуть должно? Васька. Да, мяу, все уже, не пахнет. Пошутил я. Пошутить уже нельзя. Идите сюда. Мяу. Может, тоже играть хочу. Яшка. А ты плутовать и врать не будешь? Васька. Будешь, не будешь. Ну, сколько раз уже обещал. Не буду. Играть хочу. Давайте, вы будете рогами биться, а я буду вас судить. Тимошка. А это как это судить? Васька. А вот кто больше искр выбьет, того и победа. Идет? Яшка. Здорово придумал. Давай. Тимошка. Правда, здорово. Ты, Васька, талант, хотя и плут. Васька. Ну, опять обзываться. Бейтесь давайте. А то обижусь и передумаю играть. И никто вас судить не будет. И не узнаете тогда, кто победил. Яшка и Тимошка расходятся. Начинается озорная музыка. Танец. Козел и баран бодаются. При каждом столкновении сыплются искры. Васька свистит, визжит, хохочет, топает. Крутит хвостом. Вдруг все прерывается. Слышен какой-то шум. Звон посуды. Крики. Ах, подлец. Ах, проходимец. Ну, попадись ты мне. Где этот ирод? Я его веником. Я его ремнем. Яшка. Это что? Тимошка. Это кто? Васька. Ой, братцы. Все. Играть сегодня больше не будем. Мне тут по делам надо срочно. Спешно исчезает. Яшка. Чего это он? По каким таким делам? Слышатся крики. Всю сметану сожрал, подлец. Я ему покажу. Тимошка. Послушай-ка, брат Яшка. Яшка. Я слышу. Брат Тимошка. Тимошка. Давай-ка до обеда побегаем немножко. И бросаются играть в догонялки. Убегают. Картина вторая. Появляется Яшка и Тимошка, набегавшись, еле дыша. Тимошка. Устал я что-то. Яшка. Яшка. И я устал. Тимошка. Мне как-то, братец, тяжко. Давай вздохнем немножко. Развалились у порога хлева. Яшка. Отдыхают. Тимошка. Эх, сейчас бы в поле, на травку. Яшка. Да, на травку хорошо бы. Тимошка. Или в лес. В тенечек, под деревьями. Яшка. Да, в тенечке хорошо. Только страшно в лесу. Тимошка. А чего там страшного? Ну, леса, ну, заяц, подумаешь. Слышал я про них. Мелюзга. Яшка. А я слышал, что в лесу, в самой густой чаще, живет этот самый такой большой, как его. Тимошка. Волк? Так волки только зимой страшные, когда голодные. Яшка. Нет, не волк. Хотя волк, это всегда страшно. И зимой, и летом. Но этот, который самый большой. Тимошка. Кабан? Яшка. Нет. Кабан это не то. Кабан это троюродный брат нашему Борьке. Только ему в дому жить не нравится. Тимошка. Кому не нравится? Борьке? Яшка. Нет. Кабану не нравится. Он в дому не может. Ему простор нужен. Он, видите ли, широкой души свинья. Тимошка. Ой, Яшка, ты так много знаешь. И откуда ты так много знаешь? Яшка. Да я тут к одной овце в племенной завод бегал. Там, знаешь, много всякого умного наслушался. И про Борькиного братца, и про волков, и про медведя. О! Вспомнил. Медведь там живет. Тимошка. Где? Яшка. Ну, в этом. В чаще. Самый-самый густой и страшный. Тимошка. А ему там не страшно жить? В чаще. Яшка. Э-э-э-э. Нет. Не страшно. Хотя я не знаю. Может быть, немножко страшно. А немножко не страшно. Возникает словно ниоткуда Васька. Присаживается к ним, охая, от боли. Васька. Не немножко. Очень даже. Ножко. Тимошка и Яшка вместе. Ай! Ты чего пугаешь тут, Васька? Баба тут не пробегала? Тимошка и Яшка вместе. Нет. Васька. А деда тут не пробегал? Тимошка и Яшка вместе. Нет. Васька. А этот... Тимошка и Яшка вместе. Который? Васька. Малой. Который сынок ихошный. Тимошка и Яшка вместе. Нет. Который сынок. Который сынок. Васька. И что? Тимошка и Яшка вместе. Что? Васька. Никто, что ли, не пробегал? Тимошка и Яшка вместе. Нет. Никто не пробегал. Васька. Тимошка. Это хорошо. Это хорошо. Испуганно оглядывается. О! Тимошка. А ты... Чего такой? Васька. Какой? Яшка. Ну... Такой. Васька. Васька. А я это... Как его? В засаде. Тимошка и Яшка вместе. Чего? Васька. Я тут-то... Ныкаюсь. Скрываюсь. Тимошка и Яшка вместе. А-а-а! А-а-а! Зачем? Васька. Зачем? Зачем? Затем? Ой! Тимошка и Яшка вместе. Что? Васька. Больно, больно. Тимошка. Где больно? Васька. Ножка моя! Ножка! Ноженька моя! Ой! Ой, болит, болит! Пытается подняться, но тут же ноги его подкашиваются, он чуть не падает. Хныча скачет в хлев на трех ногах. Яшка. Васенька ты, Васенька, котик-коток, серенький хвосток, о чем ты плачешь? На трех ногах скачешь. Васька. Ой-ой-ой-ой-ой! Как же мне не плакать! Тебя бы так отделали! Я бы посмотрел тогда сквозь слезы. Била меня баба била, уши выдирала, ноги поломала, да еще и удавку на меня припасла. Тимошка. Ох ты! А за что ж на тебя такая беда пришла? Яшка. Да, за что же на тебя такая беда пришла? Васька. А за то и пришла, что я нечаянно сметанку слезал, всю кринку слезал, а они жадины. А я же нечаянно очень есть хотел. Тимошка. Но ты же слово давал. Васька. Какое такое слово я тебе давал? Сметанку вкусную не есть. Тимошка. Ты нам слово давал не врать, не плутовать. Давал? Яшка. Я понял. Он нам слово давал не врать, а не воровать он нам слово не давал. Тимошка. Ну вот и получил. По делам воруй и наказание, не воруй сметаны. Васька заливается слезами. Рыдает. Яшка. Вась, а Вась? Коток серенький лобок. Ты это, это ты не плачь. В другой раз подумаешь, прежде чем куролесить. Я вот тоже как-то на чужой участок забрел. Ай, голодный был страсть. Аж живот подвело. Смотрю, а там такая травка, такая капустка, такие листики. У меня аж в глазах потемнело. Сам не понял, как туда перепрыгнул. И что ты думаешь? Васька. Ничего я не думаю, мне больно думать. Тимошка. А, я помню. Это когда тебя оглобли поперек спины огреть хотели. Яшка. Яшка. Хотели? А грели? Как выскочит такой бородатый, такой лохматый, как шар рахнет. Ой. Вот вспомнил, даже спину заломила. Дай-ка я присяду садиться рядом с Васькой. С тех пор, брат, не только на чужой участок. Ладно. Ладно. Что там говорить? Виноват, терпи. Тимошка. Да уж. Терпи, раз виноват. Да на ус мотай. Васька всхлипывает еще сильнее. Яшка. Ну все уже. Ну все. Ну хватит. Ты же кот. Священное животное, как говорили в древности. А не какая-то там козявка. Васька, стараясь сдерживать слезы. Ой, братцы, не могу. Бил меня дед бил. Веревкой толстой. Била меня баба. Палкой била. Била приговаривала. Придет ко мне зять, где сметаны будет взять. По него ли придется козла да барана резать? Тимошка и Яшка вместе. Что? Васька. А то самое и приговаривала. Видали деда? С большим ножом ходит. Яшка. Ой. Точно был дед. Давненько, правда. Только я думал, что это палка у него в руках была. Тимоша. А ты деда с ножом видал, Тимоша? Видал. А я тоже думал палка. А теперь оказывается нож. И так он на меня посмотрел, ласково вроде, и погладил даже. О, нехорошо, значит, посмотрел. Василий. А ты точно слышал? Не врешь? Васька. Чего это я вру? Я же слово вам дал. Яшка. Слышите? Братцы. Не нравится мне почему-то это. Скажи-ка еще раз. Василий, что тебе баба говорила? Васька. Да у меня слова в горле застревают такое повторить. Васька. Не скажу вам больше ничего. А только она говорила, придет ко мне зять. Негде будет сметаны взять. По неволе придется козла да барана резать. Яшка. А-а-а. Тимошка и Яшка вместе. Ай-ай-ай-ай. Хоть я не трус, но почему-то я боюсь. За Васькину сметану я кашей с мясом стану. А может быть котлетой? А может быть бифштексом? А может быть пельменем? А может колбасой? Как быть с проблемой этой? Спрошу прямым я текстом. Смекалку мы применим. Найдем. Ответ простой. Тимошка. Да. Плохи наши дела. Все ты, Васька, виноват. Серый ты кот, бестолковый твой лоб. За что ты нас сгубил? Васька, ты еще скажи, что я виноват в том, что дождь идет. Или в том, что гром гремит. Баба жадная виновата. Давно она меня извести задумала и вас уморить заодно. Вот хотел я вам предложить дело одно. А теперь не предложу, потому как обидел ты меня. Ешка. Не время сейчас счеты сводить да обижаться. Беда у нас общая. Вот и надо вместе что-нибудь придумывать. Что ты хотел предложить? Какое дело? Васька. А пусть он скажет, что не хотел меня обидеть. Тогда скажу, какое дело. Яшка. Тимошка. Ну, ты же правда Ваську обижать не хотел? Скажи ему, что не хотел. Тимошка. После паузы. Ладно, Васька. Не хотел я тебя обидеть. Давай, выкладывай. Какое дело? Васька. А такое дело, что бежать нам нужно. Тимошка и Яшка вместе. Как бежать? Куда бежать? Васька. Да куда угодно. Лишь бы подальше. Хоть в лес, хоть в степь. Тимошка. Ну, не знаю я. Как это? Бежать. Яшка. А чего тут знать? Васька правильно говорит. Хоть в лес, хоть в степь. Травы, что ли, в лесу не найдем? Да всегда сыты будем. Тимошка. А он? А Васька? Сметана в лесу не растет и в степи не водится. Васька. Зато мышки, да птички малые водятся. Мышек я очень уважаю. А птичку как-то раз пробовал. Даже два. Перьев, конечно, многовато. Зато вкусно. Мяу. Ммм. Сладко облизывается. Тимошка. Мышки, птички, конечно, я не спорю. Травка там, кусты, листья, кора опять же. А зима придет. Что делать будем? Яшка. Да что нам зима? Мужики вон какие скирды копно сено в полях лугах наваливают. В сено зароемся. Там тепло. Хорошо. Уж как-нибудь до весны перезимуем. Или новых хозяев себе найдем. А? Васька. Точно. Молодец ты, Яшка. Просто голова. Найдем себе новых хозяев и будем жить-поживать лучше прежнего. А к этим жадинам я не вернусь больше. Чтобы они своей сметаной объелись. Тимошка. А что? А мне нравится. Я слышал, что за лесом есть река. За рекой еще лес. Потом снова река и снова лес. А за тем дальним лесом деревня. Большая. Там мы новых хозяев и будем себе искать. А идти туда. Яшка, ты все на свете знаешь. Как туда идти? Яшка, подожди. Дай вспомнить. Васька, ты быстрее вспоминай. А то нам некогда. Яшка, сейчас. 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 Тимошка, ну давай скорее. А то баба ворота запрет и все. Пропали мы тогда. Доносятся крики. И куда же этот паразит запропастился? В хлеву, кажись, спрятался. Васька, бежим скорее. По дороге вспомнишь. Все вместе. От жадных бестолковых хозяев мы уйдем. Найдем хозяев новых и славно заживем. И славно, и славно, и славно заживем. Крики. Яшка, Тимошка, где вы? Пора ужинать. Яшка. Ой, братцы. Нас зовут. Тимошка. Точно. Давай поужинаем. А потом, Васька, дураки. Это они заманивают вас. А сами с ножами ждут. Резать будут. Бегом. Живее. Спасаться нужно. Убегают. Картина третья. Луг у лесной опушки. С одной стороны сцены деревья, с другой — стога сена на скошенном лугу. На большой березе сидит Васька. Тимошка. Васька! А, Васька, не видно там деревни? Васька. Там не видно. Тимошка. А там посмотри. Васька. Сейчас посмотрю. Перелезает на другую сторону дерева. Яшка. Ну, что? Васька. Нет. И там не видно. Тимошка. Слезай тогда давай. Будем ночлег здесь искать. Яшка. Слезай скорее, а то холодно очень. Я замерз ждать. Васька. Да иду. Иду уже. Спрыгивает с дерева. Следом падают куски бересты. Там вон что-то светится. Я думал, это деревня близко. А это луна уже показалась. Тимошка. Вот. Уже ночь. Холодина страшная. А нам ночевать негде. Почему ты, Яшка, дорогу нам неправильную вспомнил? Где мы теперь спать будем? Яшка. Я правильно вспомнил. А вы сами захотели путь сократить. Кто говорил, пойдем через лес так короче? Я говорил. Это Васька меня запутал. О, холодина. Тимошка. Тише. Не шуми. Слышишь? Шуршит. Скрипит. Я боюсь. Мне еще холоднее становится. Васька. Не бойся. Это верно. Ночная птица проснулась. Сейчас полетит корм добывать. Яшка. Вась. А Вась. А я видал, как мужики греются, когда мороз. Тимошка. И я видал. Яшка. Давай греться, как мужики. Васька. Это как же? Яшка. Они ногами топают, как будто танцуют. Тимошка. И мы потопаем. Нам бы только музыку какую-нибудь взять где-нибудь. Мы тогда так потопаем. Так потанцуем. Яшка. А где же нам музыку взять? Васька. Эх вы, танцоры. А нам ребята помогут. Поможете нам, ребята, музыку сыграть? Поможете? Давайте похлопаем в ладоши. Вот так. Раз и два и раз и два и раз и два и раз и два. И начинается танец. Все танцуют. Яшка. Ну, теперь тебе тепло? Тимошка. А, уже теплее. Василию. А тебе? Тепло? Васька. Немножко. Тепло. Валится в изнеможении. Уже даже жарко. Яшка. Ребята. Спасибо. Мы согрелись. Шелест крыльев прямо над их головами. Все в ужасе приседают. Яшка и Тимошка с блееньем бросаются к стогу сена. Васька со смехом следует за ними. Эй, вы, трусы. Это же просто птица. Летела бы пониже, была бы у меня в лапах. О, вот где ночевать будем. Я все придумал. Тимошка. Я от страха снова замерз. Аж трясет всего. Яшка. И меня, и меня трясет. Тоже, наверное, от страха. Или я опять замерз. Не пойму. Васька. Да не бойтесь. Не замерзнем. Помните, как мы на дворе играли? Тимошка. Яшка. А как мы играли? Васька. Лбами бились. Так что искры сыпались. Бейтесь давайте. А я бересты возьму. Будет нам всю ночь тепло. Приносит бересту. Ну, давайте, начинайте. Раз. Два. Три. Яшка и Тимошка расходятся. Начинают бодаться с громким стуком. Сыплются искры. Василий поджигает от искр бересту. Бросает на сток сено. Сено загорается. Васька. Ладно. Теперь уж точно обогреемся. Хорошо будет. Все садятся к огню. Греются. Василий затягивает жалобную песню. Костерочек, костерок яркий, наш дружочек, наш дружок жаркий, ты подаришь нам тепло ночью, нам с тобою весело очень. Очень появляется медведь, дядя Миша. Все вскакивают, прячутся друг за друга. Тимоша. Тимоша. Ты кто? Яшка. Если ты привидение, то мы тебя не боимся. С нами серый кот Василий. Имею в виду, он страшен в ярости и не победим. Медведь. Да я это. Я. Замерз я. И никакое я не привидение. Дядя Миша меня зовут. Пустите, братцы, обогреться да отдохнуть. Что-то мне не можется. Кто здесь серый кот Василий? Покажись-ка. Хочу на непобедимого посмотреть. Василий выглядывает из-за тимошки. Васька. Я здесь серый кот Василий. А весь я тебе не покажусь. А то ты еще испугаешься. Мы сегодня никого не трогаем. Просто у костра греемся. Так что добро пожаловать, мужичок Серичок. Откуда идешь, дядя Миша? Медведь. Медведь. Ходил на пасечник пчелок проведать. Да подрался с мужиками. Оттого и хворость прикинулась. Ох, бока болят. А медок-то был сладенький. Василий. Василий, который вышел весь из-за тимошки. А ты, брат, однако, мохонький. А я-то думал, великан непобедимый. Яшка. И это он от холода. Когда холодно, он скукоживается. Маленький становится. А вообще-то он, ух, какой. Медведь. А, я понял. Я тоже от холода того. Не люблю я, когда холодно. А у вас тут тепло. Полезу-ка я под сток. А? Васька. Ну, что ж, залезай. Полежи. Отдохни. Медведь залезает под сток. Василий снова заводит жалобную песню. Тимошка зевая. Ой, спать охота. Яшка. Еще как охота. Тимошка. Хорошо, что это дядя Миша оказался. А то я сначала подумал, что это медведь. Ой, знаешь, как испугался. Яшка. И я испугался. К Василию. А ты испугался? Васька. Немножко сначала испугался. А потом, как увидел, что это дядя Миша, то не испугался. А наоборот. Тимошка. Ты, Василий, не пой больше. Спать мешаешь. Мы с Яшкой спать будем. Яшка и Тимошка укладываются. Василий тоже ложится. Затем встает, прохаживается около них, прислушивается, принюхивается, тревожится. Тихонько напевает дрожащим голосом. Костерочек, костерок яркий, наш дружочек, наш дружок жаркий. Появляется белый волк, вожак стаи. Василий с шипением прыгает за Яшку с Тимошкой, белый волк. Ах-ха-ха-ха, вот что здесь за народ. Тот-то я чую, едой пахнет. Васька теребит Тимошку. Тимошка, Тимошка, друг, только ты не просыпайся, только ты не вставай. Прошу тебя, не вставай. Тимошка просыпается, видит волка, пытается вскочить на ноги, но Василий прижимает его к земле, не дает встать. Яшка тоже проснулся, отползает с блеянием в сторону. Василий, не вставай, не нужна нам война, не нужна нам битва. Успокойся, прошу тебя. Мы же договорились, сегодня никого трогать не будем. Спи, отдыхай, ты устал, обращается к волку. Уходи, белый волк, не видишь, старшой наш спать устал. Как встанет, не сдобровать тебе будет, белый волк. Ой, 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 страшно как. Давай-ка силу пробовать, лязгает зубами. Где мои волчата? Эй, детки мои, бегом сюда. Обращается в зал к детям. Что, волчатки мои, ждете? Сейчас будет вам потеха. Васька. Ах ты, белый волк, над волками князь, не гневи ты нашего старшого. Он, помилуй бог, сердит. Как расходится, никому не сдобровать. Аль не видишь у него бороды? В ней-то и вся сила. Бородой он всех зверей побивает. Рогами только кожу сымает. Лучше подойди да честью попроси. Хочу где поиграть с твоим меньшим братцем, что под стогом спит белый волк. С меньшим. С меньшим. Под стогом. Ха-ха-ха. Давай. Сначала с меньшим потягаемся. Потом и старшого потешим. Уж больно он вкусно пахнет. Васька. Вот и хорошо. Ты с меньшим пока потягайся, а мы мешать не будем, в сторонку отойдем. Белый волк. Ага, ага. Отойдите. Только не очень далеко. Обращается в зал. Волчатки мои, смотрите, чтобы эти не удрали. Вы смотрите, чтобы они сюда не убежали. А вы смотрите, чтобы они туда не смылись. Договорились? Поможете мне? Вот и молодцы. Васька, Яшка и Тимошка жмутся в ужасе, не зная, где укрыться. Волк продолжает. А теперь умора и потеха. Ха-ха-ха. Схватка меня с меньшим братом. Заглядывает под стог к медведю. Выходи на честный бой. Выходи. Выходи. Ха-ха. Меньшой-то ваш что-то не торопится. Ну-ка еще разок. Выходи, говорю тебе. Потешь меня силушкой богатырской. Ха-ха-ха. Ха-ха. 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 Тебе. Ха-ха. Схватка. Ха-ха. Яшка, Тимошка и Васька дрожат, сжавшись в кучку. Медведь ломает волка и отбрасывает в сторону. Волк скуля и прихрамывая ковыляет в лес. Медведь. Вот паршивец, так тебе и надо. А вы что же трясетесь, как лист осиновый? Дядя Миша вас не обидит. Димошка. Спасибо, дядя Миша, только очень страшно. Медведь прислушивается, принюхивается. А не вас ли это ищут? Тимошка, где? Васька. Нет, 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 не нас, нет, нет, не нас. Доносится далекий крик, словно отголосок эхо. Яшка. Тимошка. Отзовитесь. Яшка. Знаешь что? Тимошка. А ведь это точно, нас ищут. Тимошка. Слышу, Яшка, слышу. Васька. Заманивают. Снова крик. Маленькие мои, где вы? Яшка. Помолчи. Васька. Все ты врешь. Я домой хочу. Тимошка. Я хочу. Полно без пути таскаться. Еще и не такую беду наживем. Яшка. К деду хочу. К бабе. Тимошка. Ужинать хочу. Васька. Да мне, честно сказать, это тоже надоело. Очень уж страшно здесь. Голос. Медведь. Где вы? Где? Яшка. Тимошка. Медведь. Бегите скорее. Нечего вам по лесам гулять. Хорошо, что меня встретили. А то бы не быть вам живу. Бегите. Тимошка и Яшка вместе. Мы здесь. Мы нашлись. Васька. И я. И я нашелся. Сбрасываются костюмы персонажей. Снова артисты становятся комедиантами. А что было дальше, спросите, ребятки. А дальше все было при полном порядке. Дед и баба, радешеньки были. Всех приголубили. Всех накормили. Гладили да обнимали Яшку с Тимошкой. А Ваську Плутишку наказали немножко. А нечего было врать да воровать. Да друзей на побег из дома подбивать. На этом сказке конец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова